Всем привет! В этом видеоролике мы будем разблокировать Honor 10i с прошивкой 10.0.0.220. Будем понижать её до 10.0.0.199 и обходить FRP через резервное копирование. Так, выключаем телефон. Нам понадобится microSD карта, вставляем её в картридер. И подключаем к компьютеру. Скачиваете прошивку по ссылке в описании. Распаковываете её. Нас интересует папка «Deload». Копируем эту папку. И вставляем на microSD карточку. Копирование занимает около 10 минут, в зависимости от размера прошивки и характеристик microSD карты и картридера. Итак, прошивка докопировалась. Извлекаем её из компьютера и вставляем в смартфон. Далее подключаем кабель к компьютеру. На выключенном телефоне зажимаем клавишу «Звук плюс». Зажимаем и удерживаем. Вставляем кабель в смартфон. Продолжаем удерживать клавишу «Звук плюс». До момента входа смартфона в режим e-recovery. Наберите терпения. Итак, здесь нам надо выбрать «Update Mode». Ну а на record.tg Update Mode. В среднем этот процесс занимает от 3 до 5 минут. Итак, мы установили нужную для нас прошивку, но блокировка всё ещё осталась. Выключаем смартфон. Снова заходим в меню e-recovery. Зажимаем «Звук плюс». Подключаем кабель. Удерживаем клавишу «Звук плюс» до входа смартфона в режим e-recovery. Немного ждём. Выбираем пункт «Clear Data». «Factory Reset». Вписываем слово «Yes» для подтверждения. Подтверждаем. Немного ждём. Нажимаем «Back». «Update Mode». «E-recovery Mode». «Emergency Backup». «Continue». Телефон перезагрузится и загрузится в режим резервного копирования. Выбираем резервное копирование. Нажимаем на слово «Здесь» в конце текста. «Продолжить». «Выбираем любую поисковую систему». «Окей». «Спасибо, не надо». «Три точки сверху». «Настройки». «Настройки сайта». «Геоданные». «Геоданные». «Выбираем последний пункт. «Геоданные». «Геоданные». «Гугл». «Все разрешения приложения Google». «Значок Google». «Уведомления». «Другие настройки». «Нажимаем на поиск». «Вводим букву «А». «Выбираем рекомендации». «Пролистываем вниз». «Управление запросами». «Вводим любые символы». «Нажимаем поиск». «Настройка сети Wi-Fi». «Подключаемся к Wi-Fi сети». «Вводим пароль». «Затем возвращаемся назад в Google Chrome». «Вам нужно скачать и установить приложение Google Аккаунт Менеджер шестой версии». «Соответственно, вам надо разрешить установку из неизвестных источников». «Итак, после того, как вы установите Google Аккаунт Менеджер, вам нужно установить приложение FRP Bypass». «Ссылочка будет в описании». «У тех, у кого проблемы со скачиванием этой АПКшки через браузер смартфона, скачайте на компьютере это приложение и залейте на свой Яндекс диск или Google диск, куда вам удобно». «Итак, запускаем установленное приложение». «Нажимаем на три точки сверху». «Вход в браузере». «Окей». «На этом этапе вам нужно ввести существующий логин и пароль от Google Аккаунта». «После этого вас выкинет на страницу резервного копирования. Это нормально». «Снова нажимаете здесь и в адресной строке пишите «Quick Shotcut Maker». «Итак, переходим на трэшбокс». «Скачать на трэшбоксе». «Скачать». «Окей». «Окей». «Открыть». «Установить». «Открыть». «Окей». листаем вниз и находим пункт настройки устройств android без иконки первый подпункт просмотреть тут нужно пройти первоначальную настройку совсем согласиться страна язык выставить все галочки подключаетесь к вайфай очередной раз принимается все условия google сервисов huawei 1 можно пропустить позже службы можно не включать пока позже принципе этого все не имеет никакого значения убираете эти галочки они нам не нужны вот нас снова выкинула quick shortcut maker на этом этапе мы зажимаем клавишу включения и перезагружаем телефон и теперь снова проходим первоначальную настройку все тоже самое даже не буду комментировать тут и так все понятно вот на этом этапе нам надо ввести тот же google аккаунт который мы вписали через приложение frp bypass и вводим пароль от этого аккаунта появилась клавиша пропустить это почти победа приложение по желанию я для экономии времени убираю эти галочки так телефон разблокирован всем спасибо за внимание всем удачных ремонтов и там с